ВСУ отразили 15 атак в трех областях, враг ввел комендантский час в Васильевке, Генштаб. Российские оккупанты продолжают усиливать режимно-административные меры на временно захваченных территориях Запорожской области. В Васильевке оккупанты ввели комендантский час в период с 28 декабря этого года по 4 января 2023 года. Об этом сообщает РБК «Украина» со ссылкой на фейсбук Генерального штаба ВСУ. Работникам экстренных служб выдаются специальные пропуска, а другим местным жителям запрещено покидать жилье и перемещаться по населенному пункту. Силы обороны отбили атаки врага возле 15 населенных пунктов трех областей и ударили по семи районам сосредоточения врага. За прошедшие сутки противник нанес пять ракетных и авиационный удар. Также совершил более 90 обстрелов из РСЗО, в частности, по гражданским объектам Херсона погибли мирные люди. Враг сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Не оставляет попыток улучшить. Тактическое положение на Купянском направлении. Силы обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Лиман 1-й Харьковской области, Стельмаховка, Новоселовская, Площанка. Червонопоповка на Луганщине и Яковлевка, Солидар, Бахмутская, Бахмут, Клещеевка, Курдюмовка, Северная, Красногоровка, Веселая и Маренко Донецкой области. На северском направлении захватчики обстреляли гражданскую инфраструктуру Винторовки, Рыжовки и Ворожбы Сумской области. На Слобожанском направлении минометным и артиллерийским обстрелом подверглись районы населенных пунктов Гурьев, Казачок, Ветеринарная, Казачья Лопань, Кудиевка, Гоптовка, Стрелечье, Красное, Терновое, Старица, Агирцево, Волчанск, Нестерно, Землянки, Хатнее и Амбарное Харьковской области. На Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Новомлинск, Двуречное, Купянск, Кисловка, Табаевка, Котлеровка и Крахмальная на Харьковщине и Новоселовская, Стельмаховка и Мясожаровка Луганской области. На Лиманском направлении под огневое поражение попали Макеевка, Площанка, Червонопоповка, Деброво на Луганщине, а также Терны Донецкой области. На Бахмутском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Спирное, Звоновка, Берестовая, Белогоровка, Веселая, Яковлевка, Солидар, Поросковиевка, Подгородная, Бахмут, Часов, Яр, Опытная, Ступочки, Клещеевка, Андреевка, Белая гора, Александра Шультина, Делиевка, Клебанбык, Азаряновка, Северная и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении под огневое воздействие попали Веселая, Каменка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Маренко и Новомихайловка, что в Донецкой области. На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии по позициям наших войск неподалеку Богоявленки, Углидара, Причастовки, Новоукраинки, Большой Новоселки и Временки. Донецкой области. На Запорожском направлении от артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Малиновка, Красная, Дорожнянка, Черивня, Белогорье. Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Малые Щербаки, Степное, Каменское, на Запорожье и Марганец и Никополь Днепропетровской области. На Херсонском направлении противник продолжает обстреливать, в частности, гражданскую инфраструктуру населенных пунктов Червоногригорьевка на Днепропетровщине и Бургунка, Антоновка и Херсон. Есть пострадавшие среди мирных жителей. Авиация ВСУ за прошедшие сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения захватчиков. Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили четыре пункта управления, три района сосредоточения живой силы противника, зенитный ракетный комплекс С-300 и еще три важных объекта оккупантов. Напомним, ранее РБК Украина сообщала о том, что во временно оккупированном Мелитополе, россияне хотят вести круглосуточный комендантский час почти в неделю, поскольку враг боится гражданской коммуникации с украинскими защитниками. Также ранее мы писали, что в Запорожской области оккупанты назвали так называемую дату наступления украинских войск, поэтому жителям даже запретили выходить из домов и угрожают расстрелом за нарушение комендантского часа. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.